Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Барселону. Итак, сегодня у нас интереснейшие действительно матчи. Сегодня у нас финал Кубка Испании против Мадридского Атлетика. Дальше идет матч выездной в чемпионате против Сельты, потом матч домашний против Атлетика в чемпионате. Ну и на десерт это матч первый полуфинальный против Мадридского Реала. Сейчас мы узнаем, где мы будем играть, кстати. Мы первый играем на выезде матч, это замечательно. Вот, ну и вот что здесь осталось. Очень насыщенный, кстати, май здесь у нас. Там, скорее всего, доиграем матч с Реалом. И, не знаю, там либо в конце мая, либо в начале июня уже будет матч финала Лиги Чемпионов. Мы идем на конференцию, на пресс-конференцию перед матчем финала Кубка Испании против Мадридского Атлетика. Моя команда поселила нам победить. Мы будем играть в первом составе, хоть они не сильно готовы, но рисковать я не могу. Выпускаю второй состав. У меня второй состав будет сегодня играть против Сельдты. Потом первый будет снова играть против Атлетика, но уже в чемпионате. И попытаюсь, чтобы, надеюсь, все нормально будет сыграть, чтобы первым еще и с Реалом. Три дня отдыха, надеюсь, восстановить Сельдты или Реалом можно вторым, но здесь опять снова первым. Так что, вроде как, не должны сбиться с этого маршрута. Вот, вот так вот у меня готов состав. Мог, конечно, вместо Де Йонга Сауля поставить, но нет. Все, пусть будет вот так вот, как все и стоит сейчас. Сейчас рейтинги ни у кого не изменились, так что менять никого не надо отсюда. Итак, мы сегодня как гости. Вот, мы можем и в домашний, наверное, все-таки сыграть. Играем мы на стадионе Стала, это вроде стадион Валенсии. Поехали. Итак, финал Кубка Испании. Матч против Мадридского Атлетика. Мы помним, как закончился последний матч против них. Мы их просто разнесли на Ванда Метрополитана. Тогда замечательно выступал Антуан Гризман. Забил 3 или 4 мяча вроде. Так что, после этого Гризман действительно очень стал хорошо играть. Забил 3 мяча в ворота. Я уже забыл, против кого мы играли. В четвертьфинале против Тоттенхэма. В четвертьфинале Лиги Чемпионов. Там он тоже забил 4 мяча в двухматчевом противостоянии. Но у нас финал Кубка Испании. Атлетика Барса. Поехали. Артур. И замечательно отдает на Переса. И Перес. Ух, как же мы сейчас просто унизили, а? Молодой Перес. Просто замечательно сейчас все сделал с Яном Облаком. Мы выпустили вместо Лионеля Месси. Этот парень еще творил чудо. Он играл в матче Эль Кластиком. Который мы играли, кстати, на выезде. Тогда мы победили 4-1 их. Вот. И тогда Иби забил два мяча вроде. Но сейчас вот Иби нет на поле. Есть только один Перес из этого состава. Просто невероятно. Вот она молодежь, которая вообще нигде не играет. И решающий его гол в финале Кубка Испании за Барселону. И отлично. Жезус. И попадает в штангу. И забивает Хорди Альба. 2-0, друзья. 72-ая минута. Очень хороший сейчас рикошет пошел от штанги после удара Жезуса. И прямо на ногу Альби. Ну, замечательный еще и пас здесь Артур отдал. Жезус попадает в штангу. Ну, и здесь Альба пушечным ударом с левой ноги. Защитник. Левый защитник. Он отыграл все 90 минут в матче против Тоттенхэма. И играет сейчас в обороне. Еще и подключился. Так замечательно. Я так понимаю, это вообще первый гол Альбы в сезоне. Но для него это тоже приятно, что все-таки забил в финале Кубка Испании. Артур на Серджи Роберто. И Жезус пушкой просто уже. За 5 минут до конца Барселона громит уже даже этот состав Атлетика. Заметьте, друзья. Первый у меня играет состав. Но игроки очень сильно устали. Замечательно сейчас, кстати, кадр сняли. 3-0. 3-0 мы громим Атлетика в финале Кубка Испании. Замечательно. Серджи Роберто отдает на Жезуса. И тот вколачивает в ближний для себя угол. Какой-то его угол в Кубке Испании. Второй. И все. Разгромная победа. Барселона над Атлетико Мадридом в финале Кубка Испании. Мы побеждаем. Голы сегодня забивали. Перес, Хорди Альба и Габриэль Джезус. Сработала тактическая, во-первых, замена. Выпуская Серджи Роберто, Артура и Переса. Вместо Месси, Горизмана и Де Йонга. И все. Эти главные наши игроки. Как раз Месси, Горизман и Де Йонг отдохнут перед матчем. Получается, у них будет следующая игра против Атлетико, но в чемпионате уже. А эти ребята действительно показали. Тем более, мы переподписали контракт с Пересом. Будем ждать, чтобы его уже за отступные хотя бы взяли. Ну и поднимает сегодня Кубок Испании. Это наш, получается, уже второй трофей. Первый был это Суперкубок Испании. Теперь вот Кубок Испании. Поднимает. И снова, кстати, этот же стадион. Просто Валенсия для нас какой-то талисман. Мы Валенсию обыграли в финале Суперкубка Испании. Здесь теперь играем на их стадионе и выиграем финал Кубка Испании. Все, Ум Ти Ти поднимает этот трофей. Он был с повязкой сегодня на матче. И вот это с ним Неймар. Где там вообще Леонель Месси спрятался наш? Что-то я его даже не заметил сейчас. Где-то он да есть. Вот он, он сзади там припрятался. Ну и бежит теперь Ум Ти Ти. Хотя вот здесь заслужено было бы отдать капитанскую повязку Месси. Но он даже не доигрывал этот матч. Сыграл половину. Ну и все. Радуются болельщики Барселоны. Радуемся и мы. Не выигрывали мы национальный кубок уже давно. В последний раз это было как раз с Краснодаром. Вот. С Ювенсом у нас это, к сожалению, не получилось. Из-за Торина, который нас выбили. Либо на полуфинале, либо в четвертьфинале Кубка Италии. Я не помню. Но мы так и не выиграли этот трофей в Италии. Но вот испанский трофей. Очередной наш Кубок Испании. Мы завоевали. Обыграв 3-0 в финале Атлетика Мадрид. Ну все. Замечательно все было сегодня. Кто лучший игрок у нас? Это Хорди Альба 9.5. У него оценка. Посмотрите. Два всего лишь удара. Створ нанес Атлетик Мадрид за весь матч. Это недопустительная такая вот игра. Такой команды, которая дошла даже сейчас до полфинала Лиги Чемпионов. Будет бороться там с Манчестер Сити. Идут сейчас на лидирующих позициях. В чемпионате Испании тоже еле-еле догоняем Барселону. Не удается им. Но ничего страшного. И Атлетик конечно сильная команда. У нас отличная команда. Будем так постоянно все отвечать. Так. Нужно сохранить эту форму. Скажем Просемеду. Ну действительно скажем. Несправедливый результат. Все-таки команда действительно сильная. Не знаю почему мы ее прям выносим так. Один миллион добавили за то, что мы выиграли Кубок Испании. Продолжаем тренироваться. И Фирпо становится 83-м рейтингом. До Альбы ему далеко. У Альбы вроде 86 там. Если я ничего не путаю. До 86. Ну а у нас следующий матч против Сельты. Абис Дан в аренду в Манчестер Юнайтед. На 2 года он уходит. Так что в летнее трансферное окно он как раз и перейдет туда. У нас выездная игра против Сельты. Сейчас у нас отрыв 3 очка от Мадридского Атлетика. На 9 очков мы опережаем Мадридский Реал. Глянем где сейчас идет Сельта. Сельта идет на 15-й строчке. Тут еще нет Феди Смолова в Сельте. Потому что мы начали нашу карьеру за Барселону раньше того, как он перешел. Поэтому и составы тут другие. Давайте сыграем в желтый. Почему бы и нет. Вот он состав на наших экранах. Артур сегодня на поле, который доигрывал матч за Де Йонга. И также Серджер, нет скорее всего Артур за Гризмана доиграл. А вот Роберто как раз доигрывал наверное за Де Йонга. Вот он, состав Ливень, Вига. Поехали. Итак, матч в чемпионате Испании. У нас выездной против Сельтем из Вига. Команда многим известна российским болельщикам. Так как тут много поиграли российских именно футболистов. Да и сейчас играет здесь Федор Смолов. Но именно не в нашем серии. Потому что здесь у нас составы еще старые. Итак, поехали. Каутинио Началова. Миранчук отлично отдает на Сауля. И тот открывает счет в матче. 41-я минута. Сауль Ниегис открывает счет. Отлично. Для Сауля это тоже прекрасный переход. Я считаю, посоветовали вы его мне в начале нашей карьеры. Вот. Но для нас действительно важно. Он хорошо связал первый состав. Он играл сначала в первом. Сейчас его там что-то вроде как Де Йонг обогнал. По рейтингу. Так что Сауля это хорошее было приобретение. Мы забрали ключевой игрокового Атлетика. Из полузащиты. Вот. И он дважды уже получается обыграл Атлетика Мадрид. В чемпионате один раз. Один раз в кубке вот сейчас. Как же Миранчук-то сейчас сыграл. И вот. Для Дембелей это тоже хороший шанс. Но тот отдает голевую на Сауля. Я уже думал Дембелей сам будет пробивать. Но вот такой вот вариант здесь выискался. И Сауль забивает дубль. В сегодняшнем матче играем на выезде очень убедительно. И очень уверенно. Сауль. Миранчук. Ну и Сауль. И это хэт-трик Сауля. 61-я минута. Ну и Сауль забивает 3 мяча. Хорошо как сейчас сыграл Дембелей. Чалов-то уже в штрафной. И Миранчук еще забивает. Нерабочий своей правой ногой. 4-0. Просто громит Барселона. Сегодня всех выпуски 3-0. Атлетика вынесли 4-0. Сейль. То посмотрим что будет снова в матче против Атлетика в чемпионате. И против Реала в Лиге чемпионов. Ну это замечательно. Сейчас сыграл Чалов. Там Дембеля дал на него еще хороший пас. Ну и вот здесь вот очень интересно посмотреть поближе. Как этот удар все-таки производился. Ну да он ударил. Потом уже так. Нога по инерции пошла в ногу защитнику. Десятый мяч забил Миранчук. Тоже очень хороший на уровне прям как у Чалова. Уверенная разгромная победа Барселона над Сельтой. 4-0. Сауль забивает хэт-трик. За 3 удара, 3 гола. Все замечательно. 100% реализация в сегодняшнем матче. Ну и оценка 10-0. Сауль оформил хэт-трик. Прекрасная игра мы скажем. И Барселона не проигрывает уже 32 матча в чемпионате. Тем более у Сауль еще и ротация почему-то стоит в контракте. Странно. Ну да ладно. Итак, 3 очка у нас до сих пор отрыва. 9 очков до Реала. Все замечательно. И сейчас у нас как раз игра с Атлетикой. Можем сделать такой рывок последний, наверное, к нашему чемпионству. Выиграв... Да, у меня и состав уже восстановился. Замечательно. Выиграв Атлетико, мы сделаем отрыв 6 очков уже. Даже Реал их не догонит Атлетико, если они даже проиграют. Для нас это замечательно. 38, если я ничего не путаю туров у нас. Если... Да, 19 команд, 38 туров. Ну это будет трудно. Обыграть. Ну хотя мы играем сейчас дома. Первый встан снова против Атлетико. Контая ротация важна, мы скажем. Так, настрой клуба Атлетико нам не имеет никакого значения. Будем биться до конца, мы скажем и все. Итак, домашний матч против Атлетико Мадрид. Наш бомбардир, наш бомбардир. Нет, здесь вообще никакого нашего бомбардира. Но есть Андрея Белотти, который 22 мяча уже захватил в чемпионате. И где наш, это вообще бомбардир? Это Жезус на 11 строчке, 13 забитых мячей в 14 матчах. Мы играем дома. Домашняя наша форма. Да давайте, я даже не знаю, какую им-то. Пусть вот в этой, раз уже стояла дочь на нашем стадионе, к сожалению. Посмотрим по рейтингам. Никто не повысился. Мы начинаем. Поехали. Итак, домашний наш матч. Противостание против Атлетико. Посмотрим, продолжится ли в нашей карьере тем, что мы ни разу не проиграем мадридскому Атлетико. Именно Атлетико преследует нас. Ну, по ходу сезона уж точно очень много. Хотя и мадридский Реал. Это очень много. Классика также сейчас еще два полуфинала в Лиге Чемпионов. Но пока что у нас замечательная статистика против Атлетико Мадрида. Два матча. Один в чемпионате, где мы там что-то их 5-0 вроде вынесли. Сейчас матч был в финале Кубка Испании. Мы их 3-0 вынесли. Ну, а с Реалом мы выиграли их 1-0. Потом еще раз 1-0. 1-0 в чемпионате выиграли. 1-0 в полуфинале Суперкубка Испании. Потом проиграли мы им 1-0 в Кубке Испании в первом полуфинале. Потом мы их выиграли 2-0 в дополнительное время еще в ответном полуфинале. Ну и сейчас, кстати, и посмотрим, как мы их обыграем. Ну и также в чемпионате не будем забывать. Мы их победили 4-1. В чемпионате мы, я так понимаю, больше не встретимся с ними. И слава богу, у нас матч против Атлетико в чемпионате Испании. Барселона Атлетико. Поехали. Канте неплохо. И Гризман. И Гризман забивает снова Атлетико в чемпионате Испании. Гризман невероятно. 12-ая минута. 1-0. Форму, я так понимаю, набрал дальше. Ну и сейчас смотрите. Чудо от Семеду. Как я и сказал. Я видел это забегание с Семеду, но не ожидал, что прям так будет хорошее подключение. Семеду забивает. Канте с мячом. И Канте делает что-то разгром. 3-0. Мы снова обыгрываем Атлетико Мадрид. 92-ая уже минута была. Гол Аканте забивает очередной гол за Барселону в чемпионате. 3-0. Мы повторили счет финала Кубка Испании. Снова разгром. Уже третий подряд разгром против Атлетико. И вот они вот так вот попадали все. Шансы на чемпионство у них уменьшаются. А Барселона. Отрыв 6 очков. Канте. 9,3 у него оценка. Наверное, гола-голевая. Да, гола-голевая. Но также Серджи Роберт успел еще выйти на поле и отдать голевую. Это супер. Канте находится в прекрасной форме. Все комплименты заслужены. Действительно, Барселон не проигрывает. У нас есть все для этого условия. Действительно. 24 или сколько там уже? 33-й матч получается. Так, разговор с игроком. Спасибо, говорит нам Дейонг, что вернули его в состав. А как здесь иначе? Игроки нам сейчас очень хороший рейтинг набивают себе. Владение Береблинг у Переса Прокачас. Также чтение в защите у Фирпо. Ну и у нас последний матч на выпуск. Матч против Мадридского Реала. Здесь у нас главный бомбардир это Гризман. У него 6 забитых мячей. А на первой строчке пока что держится Салах, который вылетел уже с Ливерпулем. Не знаю на какой стадии. Но мы играем первый матч на выезде. Не знаю, легко это, хорошо это или плохо. Так, мы обыгрываем их в сухую. Мы действительно очень хорошо играем в обороне. Так что здесь я могу за это быть точно уверен. Настрой не имеет значения у Реала нам. Мы можем играть еще лучше. Мы очень хорошо, друзья, действительно играем. Мы забиваем много, играем насухо. Вот замечательная игра Барса. Состав у меня готов. И здесь даже он лучше готов, чем к финалу Губка Испании. Играем в домашний, а не пусть домашний. Облач на стадионе. Поехали. Итак, друзья, я сейчас даже не поленюсь и посчитаю. Мы играли дважды уже в чемпионате против Мадридского Реала. Сыграли дважды в Кубке Испании. Сыграли один матч в Суперкубке Испании. Это был полуфинал, пятый. И получается шестой и седьмой. Сейчас у нас ожидают. Сейчас у нас шестой. Следующий будет седьмой. Семь и классика за один сезон, друзья. Это что-то невероятное. Но это мы вроде как максимум сыграли в каждом турнире, в котором мы могли только встретиться с Реалом. Мы с ними и встретились. Де Йонг на Месси. Месси. Круто. Де Йонг. Жезус. И как, друзья, я сейчас сам просто не понимаю, как сейчас легендарно я отыграл. Гризман забивает седьмой уже мяч в Лиге Чемпионов. Осталось два мяча до Салахом, который уже с Ливерпулем своим вылетел. Там вроде Сане, кто-то из Манчиси Сити был на второй строчке. Но как сейчас сыграл Жезус и как отыграл Гризман. Не рабочей ногой пробил и забил. Замечательно. У Гризмана это уже получается... Не помню, забивал ли он ворота Наполи, но на данный момент, по моей памяти, он уже забивает третий мяч. Ну, точнее, три игры подряд он забивает уже в Лиге Чемпионов. И это на раунде именно уже плей-офф. Четвертьфинал. В двух матчах он забивал. А теперь забивает еще и в первом полуфинале. Да никому, а мадридскому Реалу. Де Йонг замечательно находит пасом Антуана Гризмана. Опа, а это штрафное, друзья. Это удаление. Можно нафиг сразу удалять Варана. Действительно, красная карточка. И Рафаэль Варан не будет играть ответную игру уже в Барселоне. К мячу, наверное, подойдет все-таки Лианель Месси. Действительно, у него это очень штрафный. 94. Сейчас забьем. 19 метров до ворот. Это просто... Для Месси. Куртуа тащит. Вы серьезно? Минимальная победа Барселоны над Мадридским Реалом в первом матче Лиги Чемпионов. Мы не проигрываем снова очередной матч. И это вроде как третий матч, когда мы обыгрываем Реал в этом сезоне. Минимально. Со счетом 1-0. Еще и Варан удалился. Заслуженно, конечно. Можно сказать, что грамотно сыграл Варан. Это фолл последней надежды, так сказать. Могли бы и 2-0 мы сейчас вести. Но все-таки ведем сейчас 1-0 в нашем противостоянии. Выдержали победу. Впереди второй матч. Будем так говорить. Здесь у МТТ в прекрасной форме. Действительно. Ну и Ля Порте мне сегодня очень тоже понравился. Мы лучше играли. Но действительно, мало момента вообще создал Мадридский Реал в нападении. Хорошо они оборонялись. Но многое это им не принесло. У нас уже май. Последний месяц. Разберем сейчас, каким матчем будем играть в следующем. В следующем выпуске. Так. Ну у нас получается 2-4-6 матчей остается. И я бы, пожалуй, взял бы вот эти 4 матча. Вилья Реал, Реал, Эспаньол, Валидолит. Вот эти 4 матча я возьму. Потому что сейчас у нас игра против Азасуны. Потом Депортиво. Но еще и если будет финал Лиги чемпионов мы сыграем. Также нас еще дальше ждет чемпионат Европы. Интересны наши соперники. Давайте-ка посмотрим. Почему бы и нет. Прямо сейчас. Тем более май. Начинается. Давайте также подытожим месяц. Барселона. Без поражений пока что идет. Отрыв 6 очков от Атлетика Мадрид. Сейчас забивная самая команда. Это Барселона. На один мяч опережает Атлетика. Замечательно. Суперкубок за нами. Это понятно. 2-0 обыграли Валенцию. Кубок Испании тоже за нами. Ну это тот, кто мы проиграли. Ливерпуль 6-4-1. Мы победили Барселон. Барселона победила Реал 1-0. И Сити также победили Атлетика Мадрид на выезде. Ну может быть против Сити сыграем. Здесь МЮ 3-1 победили Лацио. Получается дома. И Баруся сыграла дома в ничью с Байер. Тоже интересно. Ну и давайте с группы А начнем. Голландия, Испания, Румыния, Австрия. Мне кажется, испанцы выйдут с первой строчки. Голландия со второй. Ну и Австрия с третьей. Мне так кажется. Англия, Бельгия, Уэльс, Финляндия. Ну здесь прям действительно Англия, Бельгия. Это прям повторение получается полуфинала. Нет. Матч за третье место. Чемпионата мира. Будет тоже интересно посмотреть. Но здесь я бы не ставил на то, кто с первой строчки все-таки выйдет. Россия, Дания, Северная Ирландия и Польша. Против датчан мы действительно будем играть на реальном чемпионате Европы 2021 года. Будет тоже интересно. Первый матч мы играем против Северной Ирландии. Потом против Польши. То есть можно сказать от самого легкого к самому сложному. Для меня здесь именно датчане самая сложная сборная в группе. Ну и группа Д. Италия, Франция, Швеция, Германия. Ну здесь очень будет обидно за одну из этих трех сборных. Я про Италию, Францию и Германию. Какая-то из них может быть в пролете. Я не знаю, третья строчка будет ли выходить или нет. Скорее всего нет. Только вот первые две. Все, друзья, на этом. Группа интересная, тем более мы с итальянцами сыграли. Хорошо, что не заняли первую строчку. Очень серьезная группа у них. Прости, вылетела Карлос Перес. Сейчас, ну что, остается нам только переподписать контракт с Пересом. Если это время уже подошло, можно. Переговоры насчет контракта с Пересом. Он забил гол в финале Кубка Испании. Перспективный мы принимаем. У нас очень много зарплатного бюджета. Давайте на три года. Согласны. Предложим отступные, ну сколько? 20 миллионов, мне кажется, было бы замечательно. Они хотя чуть поменьше, 15. Ну давайте, 15-14 тоже пойдет. Ну и все, это мы соглашаемся. Все, мы переподписали контракт с Пересом. Уберем его. Теперь вот просто нельзя его убрать будет, естественно. Потому что это опять долбанный баг, который не проходит. Все. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Выиграли Кубок Испании сегодня. Сделали, ну еще раз повторюсь вам. Не сюда, вот почему всегда сюда нажимается. Заходим в календарь и смотрим. Мы победили. Реал 1-0. Атлетика 3-0. Сельту 4-0. Снова Атлетика 3-0. Четыре матча мы снова отыгрываем подряд, забивая много, тем более. Ну вот против Реала не считая. И насухо мы просто отыгрываем. Вот это просто мне очень нравится. Я просто сейчас посмотрю на данный момент. Терштегин. Статистика у него. 32 матча, 21 матч в сухую. У Нета 25 матчей, 14 матчей в сухую. 18 матчей в чемпионате, 10 он насухо отыграл. У Терштегина 15 матчей, также 10 насухо. То есть, Нета больше отыграл на 3 матча, чем Терштегин в чемпионате. Но у них по сухим равенство. И также в Лиге чемпионов у Нета 9 матчей, 6 насухо. Суперкубка у него 2 насухо, в Кубке Испании 2 насухо из 3. Ну у Нета, кстати, в Кубке Испании 3 матча, 3 победы в сухую. Вот что вот мне радует. Но в Лиге чемпионов мы как раз Нета-то и пропускали. Ладно. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. С вами был Андрей, канал Футбол, это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok